Просто, бля. Всем привет! У нас сегодня с вами обед со мной. Это не совсем обычный обед, потому что я заказала много чего из вкусвилла, сейчас покажу. И приготовила вот такой вот салатик. Ну, это просто как бы помидоры и салат. Давайте посмотрим, что я заказала и что мы сегодня будем есть. Ну, как вы знаете, я пытаюсь быть на здоровом питании. Сейчас расскажу все по порядку, но сегодня типа на здоровом. Это у нас беточки куриные, цукини и пюре из батата. Давайте откроем и посмотрим. Я их подогрела. Вот так вот они выглядят. Сейчас мы их переложим на тарелку. Заказала еще вот такой вот овощной суп. Знаете, тут просто прям брокколи. Там в составе указан картофель, но его очень мало. Поэтому я его тоже взяла. Слушайте, по стоимости. Это стоит где-то около 200 рублей, даже 200, может быть, 205. Вот этот суп стоит 130 рублей. Я его тоже подогрела. Такой вот суп. Смотрите, зеленый. Он прям, ну, реально там чувствуется, что много брокколи и немного сливок они добавляют. Ну и финальная вещь, которую я тоже заказала. Слушайте, не смогла удержаться. Ну, просто попробуем, потому что я никогда не пробовала. Знаете, батат, он похож на тыкву, как будто это ребенок картошки, тыквы и моркови. Ну и есть я буду еще роллы. Ребят, роллы попробуем. Давайте их сейчас откроем. И прям сейчас и попробуем. Ой, ладно. Короче, роллы на самом деле у них дорогие. Такая вот стоит штука 500 рублей. Там практически 500 рублей. 490. Посмотрите, вот так вот они выглядят. В принципе, по виду вроде ничего, да? Рыба вроде есть. Давайте как-то все это поставлю, чтобы вы тоже видели. Это прекрасное блюдо. Вот это, кстати, очень хорошо. Вот это вот салатик, все, роллы. Давайте попробуем. Ребята, хочу попробовать роллы. Специально на самом деле взяла их для нас с вами. Ой, что-то разваливается. Так это выглядит. В принципе, вроде норм. Это первая еда за день. Короче, давайте еще одну съедим. Ребята, эти роллы очень хвалили в комментариях. Прямо это типа Филадельфия, да, по-моему, называется. Прямо ой, как вкусно. По мне, не знаю. Они, знаете, как будто бы с обычным рисом. Как будто бы рис не для суши. Ну, вообще, если хочется роллов, можно взять, но... Для роллов в магазине норм. Для роллов за 500 рублей нет. Давайте пробовать суп. Что же тут было, ребята, рассказываю? Начинаем с супчика. Реально, вот этот суп, он однозначно стоит своих денег. Это такая порция овощей. Я буду вот так, ребят, пить. Я не люблю, честно, есть супы вот такие вот супы пюроложками. Это, знаете, похоже на смузи. Смузи на бульоне. Они, я не знаю, там они пишут или нет, эту информацию, но... Такое ощущение, что этот суп на курином бульоне. Ну, он просто на воде. И из-за сливы кажется, что как будто бы он на бульоне. Короче, вкусный суп. Ребят, пропала я. У меня же был план, что я буду выкладывать прямо-таки... Рилсы и так далее, шорты. По итогу я пропала. Сейчас расскажу, почему. Это на самом деле жесть. Мы, получается, ну вот были сейчас выходные и на 23-е. Ну, мы решили позвать друзей, отдохнуть. Ребят, я вам так скажу. Я не умею себя вести. Как будто бы я... Ну, когда я выпиваю, я начинаю быть очень веселой. Я начинаю кричать, я начинаю всех перебивать. Знаете, я вот такая вот. Мне вообще нельзя пить, по-моему. По итогу я накидалась, веселилась. Конечно, было круто, реально было весело. И ничего такого не было. И вроде я ничего такого плохого слишком сильно не делала. Но мне потом было стыдно на следующее утро. В принципе, для меня это норма, что мне стыдно. Мне всегда стыдно. Я думаю, что вы сталкивались с этим. Когда ты отдохнешь после отдыха. С друзьями после выпивки. Становится за что-то стыдно. Типа, ты кому-то что-то наговорил лишнее. Был слишком активен и так далее. Вот. И мне вот стыдно до сих пор. Хотя все было, ну, как бы, в пределах нормы. Но просто я, как всегда, была очень активная. Я выпила. Знаете, я когда выпиваю, я вообще превращаюсь в какого-то... Я как-то мода становлюсь. Ну, это факт. Мне... Я лучше всех знаю, мне кажется, всегда. Это самое лучшее. Послушайте меня. Короче, бред. Я стала там показывать, как я умею по йоге. Чему научилась на занятиях йоги. Асаны показывать. Короче, ребят, это реально, ну, прикол. Я как бы... Со мной реально отдыхать, веселиться весело. Все смеялись. Я смеялась. Но... Мне вот до сих пор неловко перед людьми. Хотя мне никто ничего не сказал. Все было нормально. Но неловко мне. Кстати, супчик. Видите, как? Удобнее... Вот, ребят, если вы едите это ложкой, возьмите на заметку. Тем более в такой вот таре. Это просто как блюдо такое, знаете, китайская чашечка такая увеличенная. Я люблю. Ну что, приступаем к основному блюду. Приступаем к основному блюду. Давайте попробуем еще раз это пюре. Из ботата. Оно вкусное. Попробуйте, если вы на диете, заменить картофель. Я просто очень люблю картофель. Мне тяжело без такого гарнира. И вот ботат, он супер в этом помогает. Такие, это куриные беточки. Ну так вот, веселюсь я. Веселились мы, ребята, с 4 утра. Все разошлись. Я спарила. Просыпаюсь я утром с жутким ощущением того, что я не буду никогда пить. У вас такое было? У меня такое каждый раз. Ладно, это был лучший ракурс. Короче, у меня такое каждый раз, что я не буду никогда пить. Все. И по итогу, представляете, все выходные, которые были, которые хотела провести эффективно, я просто отходила от этого. То есть эти выходные дни я один раз сходила в зал. Хотя, ребят, до этого у меня была прям максимальная такая продуктивность. Понимаете? Я и тем, и тем занимаюсь. Короче, вот этот вот один выпад сбил мне весь режим. Я думаю так, что мне вообще для моей жизни не надо пить. Я, помните, когда вот это вот видео мое с хейтом я же его записывала тоже после тусовки. Мне после тусовок плохо. Знаете, раньше как-то я не обращала на это такого внимания. Мне, во-первых, раньше не было так стыдно ни за что. Сейчас мне стыдно за все вообще. Ну, понимаете, потому что наверное, я в трезвости себя контролирую. А когда я выпиваю все мои тормоза вообще слетают. И я начинаю себя вести просто так, как я хочу. Не думаю вообще ни о ком. У меня ни о других людях мне вообще ничего не интересует. Я потому что сама по себе болтливая. Состояние пенения я вообще... Звезда. У меня такое часто было на работе. Мы когда-то ходили на корпоративы, все его пивали. Я звездила. Вот поэтому, мне кажется, мне надо завязывать. Реально. С алкоголем. Не знаю, как у вас. Становится ли вам так плохо после? Так стыдно? Знаете, в чем? Вот эти беточки вкусные. Реально. Они еще как будто бы с какой-то зеленью внутри. Может, брокколи. Неплохо, ребят. Вот сегодня реально хороший у нас обед. Я ничего не ела. А знаете почему? Потому что я вчера... И, короче, мне было фигово эти выходные, и я объедалась. Я настолько сильно объедалась, что мне как будто бы, знаете... Ну, короче, тяжесть была страшнейшая. Вот. Поэтому сегодня я такая... Все. Как бы надо поголодать чуть-чуть. Сейчас время 2 часа дня. Вот мы пообедали. Ну, какой-то легкий ужин. Начинаю, ребят, все сначала входить в ритм. Ну, вот у меня так всегда. Мне это жутко не нравится. И у меня, знаете, не хватает силы воли. Допустим, сейчас вот я говорю, что вот, я там брошу алкоголь вообще никогда не буду. Потом там пара месяцев пройдет. Какой-нибудь повод, и все. Ну, это жесть. Завидую людям, которых нет такого, знаете, э-э-э-э-эй, вот этого. я даже, знаете, у меня еще какая мысль была. Я просыпаюсь на утро, у меня первая мысль, зачем вообще ты ведешь YouTube? Это все фигня. Ну, вы поняли, да? Вот это вот внутренняя хрень какая-то. И я такая, оба. Вот, ребят, это вам не больше, не меньше внутренний голос какой-то, знаете, такой, который все критикует. Типа, это все фигня, это никому не нужно. Это я про себя так думаю. Слава богу, я научилась это контролировать уже. Когда у меня такие мысли, я знаю, что надо просто переждать, что не нужно бежать, удалять YouTube и так далее. У меня так раньше было, у меня там что-то переклинивает, я начинаю думать, зачем мне там сидеть в каких-то соцсетях. И я брала, просто удалила профиль. Ну, вот так вот у меня бывает, понимаете, какой-то такой внутренний загон. И, ну, потом восстанавливала, естественно, вот. Но сейчас, конечно, я понимаю, что это мой загон. я не воспринимаю это так серьезно, да, эти свои эти мысли. Не бегу удалять профили. Нет. Но когда все-таки мысли поищать, надо просто взять паузу. У меня была эта пауза. Все выходные я никуда не выходила особо. Потому что ты просто не в ресурсе, ты не можешь ни с кем ничего сказать, потому что у тебя внутри вот этого, знаете, клокочет. Там. Ой, что ты наделала. Тебе не нужно ничего снимать. Вот так, ребят, поэтому боремся с своими внутренними демонами. Ну, что, последний, видите, по итогу 6 штучек я съела. Но объелась уже. Угу. Нормальные роллы. Знаете, слишком такой обычный рис, вот, но по мне они должны стоить 400 рублей. Ну, или 350. Ну, таких цен уже нет. Да? Ужас. Еще раз таки не куплю. Если прям очень захочется роллов попробовать, то куплю, конечно. Так. Ну, что, ребят. Спасибо всем большое, что поели со мной. Рассказала я вам, что произошло. Входим в режим. Начинаю налаживать питание, начинаю уходить в зал. Это такое у нас не последнее мукбанки. Думаю, что, ну, периодически будем что-то пробовать из более-менее здоровой пищи. Будут также рецепты на канале. Пока нет, потому что, правда, рецепты трудно затратно снимать, вот, пока не готово. Но обязательно мы сделаем какой-нибудь такой рецептик, что-нибудь полезное. Может быть, утку запечь. Я, кстати, ни разу утку не запекала. Вот. Ну что, все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас люблю. Целую. Пока. Кстати, мой телеграмм вот тут. Вот тут. Да. Я запомнила, наконец-то. Все, пока. Пока. Пока.